Сервисы Apple Pay и Google Pay недоступны. Ярославцы привыкают к оплате наличкой или картами. Маски по-прежнему актуальны. Два года с начала пандемии коронавируса сегодня. Новые меры поддержки от государства. Президентские пособия на детей смогут получить больше 40 тысяч ярославских семей. Полсотни команд учителей из Центрального округа. В Ярославле стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Флагманы образования школа». 1200 детей на одной сцене. В Ярославле пройдет фестиваль «Поем вместе». Он объединит юных любителей музыки со всего региона. Эфир городского телеканала. Продолжают новости города. В студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Оплата через телефоны временно невозможна. Сегодня в мэрии Ярославля пояснили, каким образом расплатиться за проезд в общественном транспорте без сервисов Apple Pay и Google Pay. Напомню, приложения заблокированы с 10 марта после отключения визы и мастер-карты из-за международных санкций. Как проехать без проблем, выяснила съемочная группа ГТ. Я думаю, обойдемся. Конечно. Сту жизнь наличкой платили. В России и в Ярославле в том числе теперь невозможно расплатиться бесконтактным способом. Мобильные приложения Apple Pay и Google Pay для держателей визы и мастер-карт заблокированы. Приостановка временная, но тем не менее ярославцам, которые привыкли расплачиваться за проезд с помощью смартфона, придется приспосабливаться к новым условиям. Ноги уже готовы. У нас с телефона удобнее платить? У нас с собой наличные носить? Я наличными плачу за проезд. А вы? Я тоже наличными. То есть теперь будете снимать с банкомата, да, получается? Теперь так, да. Это удобно, неудобно? Как тут? Ну, удобнее через телефон. Кстати, к ограничениям готовы и водители, и кондукторы общественного транспорта. Конфликтов, говорят, не возникает. Спокойно воспринимают адекватно. Чем расплачиваются? Карты. В основном достают карту. Они не телефоны, достают карту, раз еще рассчитываются картой. Свободно, не ругаются, ничего. То есть нормально восприняли люди это. Как пояснили в мэрии, расплатиться за проезд картами международных платежных систем, выпущенными российскими банками, можно. Они продолжают работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Есть и другой способ. Также есть официальные приложения, такие как Мирпэй, которые могут работать также со смартфона. Также можно их установить и пользоваться при оплате проезда. Все транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров по регулируемым маршрутам, должны быть оснащены терминалами для оплаты и регистрации проезда электронными средствами платежа. При оплате проезда, в том числе и за наличные средства, пассажир имеет право получить чек. Если водитель автобуса отказывается принимать без наличия или транспортной карте, имеется достаточно средств. Если их нет или карты неисправны, то ответственность ложится на пассажира. Александр Захаров, Василий Мосин, Новости города. Коронавирусу два года. 11 марта 2020 ВОЗ объявила о начале пандемии. Согласно сведениям организации, тогда за две недели заболевание обнаружили в 114 странах. В Ярославском регионе первый случай ковида был выявлен несколькими днями позже. Опасный вирус обнаружили у 40-летней жительницы Ярославля. Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую республику. За период пандемии в регионе переболело более 146 тысяч жителей. Выздоровело более 112 тысяч человек. Не справились с болезнью 2567. Сейчас обстановка постепенно нормализуется, число заболевших уменьшается. Так, по данным федерального оперштаба, за последние сутки в области диагноз коронавирус подтвердился у 747 человек. Скончались 10, выздоровели 2523. Госпитализированы в клинике региона 32 ярославца. В клиниках сейчас лечатся 777 пациентов. Вакцинировались более 617 тысяч ярославцев. С понедельника возобновляется плановый прием в стационарах. ПЦРТС для госпитализации не понадобится. Студенты технического университета выходят на очную учебу с дистанта. Ослабление коронавирусных мер отразилось и на авиаперевозках. Теперь летать в 8 стран можно свободно. На рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран сняты ограничения, введенные из-за пандемии. Об этом сегодня сообщили в Росавиации. Тем не менее, на борту будут соблюдаться эпидемиологические требования. Отмечу, ранее федеральный оперативный штаб сообщил о возобновлении авиасообщения с Китаем и Индонезией с 14 марта. 320 с лишним миллионов рублей, которые были выделены на подготовку к Чемпионату мира по волейболу, будут распределены на другие нужды. Решение сегодня принято на внеочередном заседании Областной Думы. Напомню, в связи с санкциями проведения международного чемпионата отменено. В Рио губернатора Михаил Евраев предложил перенаправить высвободившиеся средства на другие направления. Почти половина суммы и 150 миллионов рублей пойдет на ремонт основных транспортных магистралей Ярославля. Без малого 50 миллионов на благоустройство дворов. Порядка 30 миллионов направят на предоставление подарков при рождении ребенка. Деньги будут распределены и по другим программам. Среди них оказание помощи по газификации домов многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, инвалидам и другим категориям льготников. Конечно же, это в первую очередь для того, чтобы отремонтировать, привести в порядок дорожную и уличную сеть в городе Ярославле, прежде всего, поскольку деньги планировали здесь осваивать на чемпионат мира по волейболу. Ряд направлений, которые связаны с работой людей и сохранением, обеспечением нормальных мероприятий с учетом сложившихся инфляционных условий. Кроме того, депутаты пообещали жителям области, что самой главной задачей будет сохранение всех социальных обязательств. Государственная дума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования. Согласно итоговому документу, вводится запрет на выдвижение кандидатуры для голосования, если человек был уже ранее осужден за экстремистскую деятельность или преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Не предусматривается возможность для голосующего электронно изменить свое решение. Повторное голосование не допускается. Избиратели, проголосовавшие дистанционно, не вправе получить бюллетень на участке. Также закон предлагает объединять участковые комиссии на выборах, если общее число избирателей на участке больше трех тысяч. И сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о новой мере поддержки. Речь о пособиях на детей от 8 до 16 лет для семей с низкими доходами. Получить выплаты смогут свыше 40 тысяч ярославских семей. Заявление можно подать с 1 мая на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или в выделениях пенсионного фонда. Размер нового ежемесячного пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка. В Ярославской области он составляет 11 562 рубля. В зависимости от доходов семьи смогут получить 50, 75 или 100 процентов от этой суммы. Если в семье несколько детей, то выплата будет начисляться на каждого ребенка. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, то есть в мае деньги придут сразу за два месяца. Во всей России проходит акция «Своих не бросаем». Сегодня к ней присоединились ярославские железнодорожники. Они солидарны с решением президента Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса и выражают поддержку военным, которые на Украине защищают мирное население. Объявлен сбор гуманитарной помощи. Свою позицию выразили порядка двух сотен человек. После выступления локомотив с буквой «З» на корпусе дал протяжный гудок. Акция прошла одновременно в 16 городах России, в их числе Москва, Красноярск, Новосибирск. Я хочу вернуть наши братские добрые отношения, потому что мы действительно два родных друг другу народа. Если я смогу высказать свою позицию, поддержать решение президента, поддержать военную операцию, то я обязательно должна это сделать. Работники Северной железной дороги, наша молодежь, наши волонтеры, наши ветераны, все поддерживают решение по проведению специальной операции, которая в настоящее время проводится нашим государством в поддержку мирных жителей Донбасса. Полторы тонны продовольствия и предметов первой необходимости собрали ярославцы за первый день работы пунктов сбора гуманитарной помощи. Накануне они по распоряжению мэра Владимира Волкова открылись в каждом районе Ярославля. В акции уже успели поучаствовать более 500 ярославцев. Об этом сообщил городоначальник. Так, во Фрунзенском районе принимают гуманитарную помощь во Дворце культуры «Судостроитель». В Красноперекопском, в ДК «Нефтяник». В основном неравнодушные жители несут продукты и средства личной гигиены. Ярославцы могут принести на приемные пункты сбора гуманитарной помощи, могут принести нескороподящиеся продукты, такие как крупы всевозможные, это вода, это макаронные изделия, это консервы. Присоединились к сбору гум-помощи для жителей Донбасса ярославские предприниматели. Так, сегодня владельцы спортивных сооружений на 100 тысяч рублей закупили продукты. Крупногабаритные грузы собирают пока на складе, затем коробки перевезут на распределительный пункт, куда стекается помощь со всей области. Луганскую и Донецкую республики отправляют продовольствие длительного хранения. По просьбе мэрии города Ярославля мы решили не оставаться в стороне и оказать помощь жителям Донецкой и Луганской республики. Двести конкурсантов или пятьдесят команд учителей со всего Центрального федерального округа собрались сегодня в Ярославле. В столице Золотого кольца стартовал полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования школы». Площадкой его проведения стал Ярославский педагогический университет. Альмаматер профессиональных и креативных учителей. Съемочная группа городского телеканала познакомилась с ними. «Привычно, знакомые всем обриванному ЯГБУ, Ярославский государственный педагогический университет, наши студенты придумали расшифровывать несколько иначе. Я горжусь профессией учителя». «Только что состоялось торжественное открытие конкурса полуфинала, как мы уже сообщали. И вот буквально через несколько минут всем участникам конкурса будут вручены вот эти вот конкурсные задания. В этих папочках они находятся. Мы даже не знаем, и участники тем более не знают, что там за задание. Это очень-очень большой секрет». И этот секрет организаторы не раскрывают, поскольку им очень важно увидеть, как проявят себя учителя в той или иной, может быть, даже нештатной ситуации. «Практически все конкурсные задания, они будут на то, чтобы показать, насколько слаженно работает команда образовательного учреждения у себя на практике в своей школе». В каждой команде четыре человека. В ней обязательно должны быть представители администрации школы, классный руководитель и учитель-предметник. От нашей области в полуфинал вышли педагоги Кузнечихинской средней школы. Они успешно прошли дистанционный этап отбора, который включал три блока заданий – функциональную грамотность, общекультурные и управленческие тесты. «Я жду много новых эмоций, много общения, много новых знакомств и полезного развития, скажем так. То есть, окунуться в такую среду среди участников из других регионов – это уникальная возможность для нас». Полуфинальные соревнования состоят из трех блоков. Задача – выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагогов, от которых и зависит эффективность работы школы. Конкурсанты пройдут испытания-дебаты, примут участие в кейс-турнире и в деловой игре «Школьный проектный офис». Удивительная возможность, которую дает Россия, страна, возможности, наверное, не случайно именно так президентская платформа называется, возможности для того, чтобы проявить, заявить и выявить самых талантливых, самых профессиональных лидеров образования. Полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования школы» завершится в воскресенье. В финал выйдут 12 лучших команд, возможно, в их числе будут и ярославцы. Родион Латышев, Игорь Мосин, Новости города. Умные, спортивные и талантливые. Десять девушек из разных регионов страны поборолись за звание «Лучшее» в финале Всероссийского конкурса «Чайка-2022». Претендентки прошли заочный отбор, два конкурсных этапа, социальную акцию и сегодня заявили о себе на сцене. Кто будет носить гордое звание «Чайка» в этом году, узнала Екатерина Сосоева. Финальным испытанием для участниц стала творческая самопрезентация. Здесь в ход пошли все таланты и креатив девушек. Сегодня на этой сцене они готовы показать результат многодневной подготовки и репетиций. А им предшествовали еще несколько этапов. Девушки продемонстрировали свои знания по истории, географии и литературе. Соревновались и в силе, выносливости и воле к победе на спортивном этапе. Поучаствовали в социальной акции. Если честно, тяжело. Интеллектуальный этап достаточно был интересный. Спортивный этап, если честно, я не могла перевернуться ночью из-за того, что болели мышцы. Но на самом деле самый приятный – это творческий этап, потому что ты выходишь на сцену, ты видишь горящие глаза зрителя и у тебя у самой начинают светиться глаза. Первые глаза зрителя увидела участница от Ярославской области Анна Андрусяк. В прошлом году она победила на региональном этапе и теперь представляет область на всю страну. На сцене девушка рассказала о своей жизни и общественной работе в формате постановки, представив себя героиней популярной сказки Кэролла «Алиса в стране чудес». Не хватит и тысячи книг, чтобы рассказать вам о людях, которых я встретила, путешествовать по странице своей судьбы. Очень все волнительно, все очень быстро было. Например, тот же творческий номер мы, по сути, собирали за ночь. И полную концепцию совсем увидели первые зрители. Не режиссеры, не команда, а именно зрители. Адреналин на самом деле их лещет, очень много радости. За мной, конечно, и большая команда. Конкурс появился в 2013 году в честь 50-летия полета в космос Валентины Терешковой. Сейчас в масштабах всей страны он проходит в юбилейный пятый раз. Заявок было подано более 60, и только 10 лучших претенденток продолжили борьбу за почетное звание «Чайки» – позывного нашей прославленной землячки. Девушки, соответственно, подчеркивают еще раз различные свои стороны, и спортивные, и творческие, соответственно. Так как мы знаем, что Валентина Владимировна у нас разносторонний человек, и именно этому человеку посвящен наш конкурс. Она доказала, что нет невозможного. Дерзайте, и все вам покорится. Этот конкурс дает возможность девчатам нашим показать с разных регионов нашей страны, что они умеют, как они готовы покорять вершины. И я думаю, что это придаст и определенный потенциал, и силы, и энергии. Все этапы пройдены, а итоги подведены. По результатам испытаний носить гордое звание «Чайки» будет участница из Свердловской области Виктория Ганага. Екатерина Сысоева, Михаил Орлов, Новости города. 11 марта профессиональный праздник отмечают работники органов наркоконтроля. В этот день, в 2003-м, на базе ФСКН России было создано соответствующее ведомство. За годы работы структура несколько раз переименовывалась. С весны 2016 года по указу президента России функции по наркоконтролю вернули органам МВД. С тех пор подразделение по контролю за незаконным оборотом наркотиков числится в структуре полиции. В Ярославской области за прошлый год выявлено 760 преступлений, связанных с запрещенными средствами. Изъято порядка двух тонн психотропных веществ. Это почти в 50 раз больше, чем годом ранее. И в продолжение темы. Четверо ярославцев пойдут под суд за изготовление наркотиков. Молодые люди обвиняются в организации двух лабораторий по производству синтетических запрещенных веществ. По версии следствия, с марта 2018 по февраль 2021 года обвиняемые организовали в нежилых помещениях Тутаева и в Ярославском районе две лаборатории по кустарному производству синтетических наркотических средств. В неделю изготавливали до 20 килограммов. Затем переправляли наркотики на территорию Московской области. Оборота изъято почти две тонны веществ. Уголовное дело поступило сегодня в областной суд. Проверка автобусов в Ростове. Местные автоинспекторы следят за нормами труда и отдыха водителей с состоянием пассажирского транспорта. В Рыбинске для маленьких гостей Деминского марафона устроили настоящий автогородок. Дети узнали о правилах дорожного движения и получили возможность попробовать себя в качестве водителей. Школьники из Гаврилов-Яма снимают мультики по безопасному поведению на дорогах и показывают их юным инспекторам дорожного движения. Подробности в программе Дорожный патруль 76 в воскресенье 13 марта в 14 часов 50 минут на городском телеканале. Более тысячи голосов звучат в унисон. В Ярославле в выходные пройдет 15-й региональный фестиваль детских хоровых коллективов «Поем вместе». Один из самых масштабных в стране творческих проектов стал победителем конкурса грантов президентского фонда культурных инициатив. Сегодня на генеральной репетиции большого концерта побывала моя коллега Анна Лазоркина. Юлия Рогозкина поет с трех лет. Настоящих друзей нашла благодаря участию в крупных хоровых проектах Ярославля. Огромное количество друзей, как и маленьких, так и больших, взрослых. И очень любим дружить хорами, например. Руководители дружат и дети из хоров тоже дружат между собой. Ожидаю огромного, грандиозного выступления, когда все голоса будут звучать в унисон. Будет прекрасное, огромное такое полное звучание. И хочется, чтобы все услышали это. Юлия не пропустила ни одного гала-концерта «Поем вместе», а фестивалю уже более 15 лет. В этом году благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив проект смог объединить вместе всех желающих, а главное талантливых ребят от 8 до 16. Форма одежды у нас концертная. Я думаю, что это будет очень красиво, разноцветно. Каждый хор будет в своем костюме. И будет такая, понимаете, какая-то пестрая, красивая радуга, которая будет поднимать, радуга костюмов, которая будет поднимать настроение. Год от года фестиваль растет не только количественно, но и качественно. Значительно расширилась география. Коллективы из любимого Брейтова, Пашихонья, Причистого, Большого села, Рыбинска, Данилова присоединились к проекту. Число юных голосистых первопроходцев утроилось. Теперь их 1200. Все вместе они поют в финале с Ярославским муниципальным духовым оркестром на одной сцене. Исполнят всеми любимые песни, а с ними слушатели и, конечно, родители ребят. И в конце у нас еще будет одна песня. Это песня Дунаевской из кинофильма «Дети Капелна Гранта» «Спой нам ветер». И здесь мы даже пустим бегущую строку, чтобы уже даже тот, кто плохо знает слова, мог вместе с нами это подпевать. Откроет воскресный гала-концерт «Прогулка по городу» известного ярославского композитора Валерия Челнакова. В концерте золотой фонд детских песен «Крейсер Аврора», «Милая мама», «Старый барабанщик», «Трус не играет в хоккей», «Не грусти, улыбнись и пой», «Улица мира». Ну а пока ровно 40 хоровых коллективов репетируют по очереди и вместе, чтобы голос каждого ребенка прозвучал гармонично. Анна Лазоркина, Денис Кауров, Новости города. И сейчас к спортивной части выпуска. Лука-76 одержал победу над «Стальными лисами» со счетом 3-2. Ярославская команда провела второй матч в серии плей-офф за кубок Харламова. Спортсмены молодежной хоккейной лиги встретились на льду в Магнитогорске. Защитнику Ивану Назару удалось открыть счет в первом периоде. В третьем периоде реализовал большинство Алексей Кожевников. Исход встречи определила серия булитов. Третий матч в плей-офф железнодорожники проведут на домашнем льду 14 марта. Алексей Петров и Андрей Верещагин стали победителями Кубка России по ралли. Ярославские гонщики поднялись на первую ступень пьедестала в зачете 4000N и на вторую в абсолютном зачете. Соревнование «Якима-2022» прошло в Карелии. Трасса в 263 километра считается сложной. Сейчас она покрыта льдом. Во время заездов с маршрута сошло 14 экипажей. 24 смогли дойти до финиша. Ливон Авдалян стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе. Воспитанник Ярославской спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 выступил в весовой категории до 97 килограммов. Соревнования завершились в Самаре и собрали 400 сильнейших атлетов из 73 регионов страны. Время Ярославской истории под эгидой, которой продолжается цикл рассказов о комбинате «Красный перекоп». В год 300-летия предприятия каждую пятницу вплоть до августа автор проекта Сергей Муравьев повествует о становлении компании, основных вехах развития и трудовых династиях, чьими руками создавалась история комбината. Сейчас следующий выпуск. Созданный по указу Петра Великого. 300 лет на славу Отечества. Орденоносный комбинат технических тканей «Красный перекоп». После кончины в 1731 году основателя династии Ярославских льняных королей Максима Семеновича Затрапезного все имущество было поделено между его сыновьями. Иван Максимович стал владельцем фабрик, расположенных на правом берегу отрасли, а Дмитрий на левом с Паской Слободе в приходе церкви Николая Мокрого. Чтобы избежать путаницы, эту мануфактуру назвали «малой», в отличие от правобережной, «большой». Что интересно, в историю Ярославля она вошла не столько изготовлением полотна, сколько колокололитейным производством. Первый колокол завода Дмитрия Затрапезного был отлит в 1750 году для храма Иоанна Предтечи в Толчковской Слободе. А большая мануфактура продолжала насыщать российский рынок высококачественным полотняным товаром. Благо, льна в Ярославском крае было в достатке. В 1736 году рядом с прудами у мануфактурного дома, где проживала семья хозяина предприятия, была заложена церковь во имя святых Петра и Павла. Таким образом, Иван Максимович захотел увековечить имя своего благодетеля и учителя, императора Петра Великого. Возможно, что этот храм в стиле Петровского барокко был построен учеником самого Доминико Трезини, архитектора Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Действительно, своими формами и шпилем, иглой Ярославская церковь напоминает уменьшенную копию знаменитой усыпальницы русских императоров в северной столице, где упокоен и великий преобразователь России. Иван Максимович скончался 8 сентября 1741 года и был погребен на первом этаже своей недостроенной церкви. Так выглядел надгробный памятник в XIX веке. Так он выглядит сейчас, но эпитафия осталась прежней. Здесь лежит тело сия Ярославской мануфактуры фундатора, советника и мануфактур-директора Иоанна Максимовича Затропезного. Теперь к погоде. В выходные аномально морозно будет в Свердловской, Курганской и Кировской областях Пермском крае. Среднесуточные температуры воздуха там ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В южных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный мокрый снег. В Ялте всего ноль, в Краснодаре минус 24 градуса. А вот на Чукотке и севере Камчатки тоже аномальная погода, но теплая, минус 5-7. Какие сюрпризы готовит погода ярославцам, знает Юлия Василенко. О погоде на субботу в студии Юлия Василенко. Здравствуйте. В Ярославле весь день будет пасмурно. Ночью и утром ожидается небольшой снег. Подробности далее. Дон Набатова очень быстро растет. Успей купить квартиру на этапе строительства. В самом центре Брагина. Светлояр. 28-88-00. В субботу ночью в Ярославле облачно, снег. Температура минус 8 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление... В субботу днем в Ярославле облачно. Временами небольшие осадки. Температура плюс 1 градус. Ветер северный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 миллиметров льтутного столба. Немецкая посуда премиум класса. Эксклюзивный представитель компании WMF в Ярославле. Магазин «Керамика». Улица Депутатская, 11. Телефон 30 85 27. На этом о погоде все. С вами была Юлия Василенко. Увидимся завтра. Через мгновение на городском телеканале художественный фильм «Преданный садовник». Молодая пара участвует в британской дипломатической миссии в Кении. Однажды супругу находят мертвой. Рядом с телом девушки обнаруживают труп туземца, что бросает серьезную тень на ее репутацию и дает пищу для разного рода толков. В надежде найти убийцу и восстановить доброе имя любимой жены, муж покидает Кению и отправляется в Лондон. Фильм получил Оскар за лучшую женскую роль второго плана. У меня на этом все. В студии работала Юлия Тихомирова. Хорошего вечера и до встречи в эфире.